Сегодня же президент провел другие переговоры. Еженедельную встречу с премьером Марисом Кучинскисом. К последнему ни одного вопроса у журналистов не было. А вот к президенту напротив. Ведь именно ему придется номинировать кандидатов премьеры нового правительства. Один особый вопрос был и у нас. Есть ли шансы у согласия? Ведь с победителем выборов в очередной раз никто не решается вести переговоры. Подробнее Галина Сладовник. Разговоры вокруг да около. Так назвал переговоры партии, которые идут уже третий день политолог Филипп Раевский. И пока нет никаких признаков, что они будут быстрыми. Впрочем, уже в который раз в переговорах не участвует победитель. Согласия никто не спрашивал. Между тем, номинирование премьера министра, обязанность президента. Есть ли шансы у победителя выдвинуть своего премьера? На предвыборных дискуссиях и сейчас после выборов так называемые латышские партии заявляли, что они с согласием не планируют сотрудничать. А 59-я статья Конституции гласит, что премьер-министра и министров, которых он предлагает, должно утвердить большинство Сейма. И мне надо быть уверенным, что в тот момент, когда я кого-то назову, то у этого потенциального премьер-министра и министра, в которых он предложит, будет поддержка большинства Сейма. Не да, не нет. По сути, президенту, как должностному лицу, все равно, от какой партии будет выдвинут премьер-министр, говорит политолог Филипп Раевский. Главное, чтобы правительство было создано максимально быстро. Он не заинтересован в долгосрочном процессе, он не заинтересован, что один за другим кандидаты проваливаются и не могут создать правительство, потому что это создает нестабильность и в определенной роде толкает его на неочередные выборы. Потому что, я думаю, его интерес как президента, это сразу выдвинуть, быстро создает коалицию, создает правительство и пошли работать. То есть, и оставляют в покое президента. Из всех партий, прошедших в 13-й Сейм, сесть за стол переговоров, согласием выразила желание только одна партия – КПВ ЛВ. Об этом сегодня заявил Артус Кайминш. Такое заявление Кайминша, он подает еще дополнительные аргументы и увеличивает риск попасть вообще в изоляцию сам со своей партией. Потому что ясно, что без него тоже могут создать коалицию. И, я думаю, его недруги будут использовать все аргументы, чтобы сказать, что с ним невозможно создавать коалицию. Впрочем, позже в партии пояснили, что разговаривать с согласием они будут о сотрудничестве в рамках парламента, а не о коалиции. Поскольку между партиями есть одно, но непреодолимое противоречие. Господин Домбровский, Вячеслав, сказал на латвийском радио один, что согласие, если попадет в коалицию, они откроют опять этот изглитый бис лекумс. И они хотят, чтобы там было это билингвальное или тривингвуальное, как вы хотите, так и вы это называете, этот язык. Но партия КПВЛВ абсолютно неприемлема. На компромисс ради коалиции не готовы пойти и в согласии. Каков смысл попадания в правительство, если мы нарушаем основные обещания данной избирательности? Мы никогда не согласимся на ликвидацию русских школ. Скорее всего, окончательные очертания коалиции могут быть ясны лишь 6 ноября, когда уже новый Сейм будет делить места в президиуме. Ведь мест 5, а партия 7.